Знаете, что на самом деле является главной новостью уходящей недели? Конечно, Бельгия, конечно, Брюссель, но не теракты. Они, увы, уже стали частностью в долгой череде похожих событий. Главное, знаковое событие недели, которое вмещает в себя все, что происходило и происходит в Европе в последние десятилетия, это спешная эвакуация бельгийского короля Филиппа из своего брюссельского дворца. Я призываю вас внимательно отнестись к тому, что произошло. Группа вооруженных и решительно настроенных мигрантов, подготовив и осуществив спецоперацию, заставила ретироваться одного из европейских монархов. Конечно, король не является в Бельгии определяющей политической фигурой, но он символ многовековой европейской истории. И этот символ был вынужден бежать. Разумеется, это не первый случай, когда решительное и агрессивное меньшинство подавляло гораздо более могущественное большинство. Возьмите хоть Древний Рим. Ирония судьбы в том, что именно европейцы, французские, германские племена, оказались тогда теми варварами, которые покорили величайшую империю. И вот, спустя полторы тысячи лет, сытая Европа сдает свои символы под натиском тех, кто голоден и агрессивен. О том, почему так происходит, мы чуть позже поговорим с гостем программы. А сейчас обзор брюссельских событий от Александра Злобина. Трагедия, которая потрясла каждого, но не сломила нацию. Сотни бельгийцев на биржевой площади Брюсселя говорят не терроризмом. Среди тех, кто пришел почтить память жертв самой крупной в истории страны серии терактов, Марат Юнусов с женой Мадиной. Он родился в Дагестане, в 90-е годы жил в Гродно. В 2008-м уехал в Бельгию. События черного вторника врезались в судьбу этой семьи, как и тысяч других. Два взрыва боевиков-смертников в зале вылетов аэропорта. Спустя час теракт на станции метро Маэльбек. Рядом находится правительственный квартал Объединенной Европы. От атак террористов, по уточненным данным, погибли 32 человека. Более 300 получили ранения. Это были люди из 40 стран. Российские средства массовой информации молниеносно сообщают о белорусском следе в этом преступлении. Мол, к подготовке терактов причастны бывшие жители Гомеля, братья Довбаши, а также Марат Юнусов. Сообщалось, что они приняли ислам, стали религиозными фанатиками исламского государства, а боевые навыки оттачивали в Сирии. При проверке факты не подтвердились. Один из братьев Довбаши в момент атаки вообще находился в Гомеле. Но что это было? Ошибка, вызванная погоней за сенсацией или планомерная провокация, еще предстоит разобраться. Между тем, свои чести достоинства Марат Юнусов намерен отстаивать, если понадобится в суде. Об этом и не только, чуть позже он расскажет в нашем эфире. После терактов бельгийские и французские спецслужбы, а связь с парижскими взрывами никто не оспаривает, многократно усилили взаимную активность. Ежедневно в новостях полиция отчитывается о рейдах и спецоперациях, о задержании подозреваемых и даже о предотвращении нового теракта, который готовился в пригороде Парижа Арджантей. И все же спецслужбы эффективны лишь тогда, когда действуют на опережение, а не идут по следам уже произошедшей трагедии, уверен Алексей Филатов, за плечами которого 20 лет службы в спецподразделениях КГБ и ФСБ. В составе группы А он принимал участие в антитеррористических операциях, освобождал заложников, в том числе и в Буденовске. Обеспечение безопасности каких-то объектов, где происходит скопление людей, железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, торговых центров, это 2% успеха борьбы с терроризмом. Дело в том, что если их не остановить на дальних подступах, то есть если их не разоблачить, когда они замышляют это, когда они конструируют у себя на конспиративной квартире это устройство, то вероятность его остановить, когда он идет по улице, его остановить и поймать, она минимальна. Почему? Потому что, ну еще раз говорю, он будет идти, зайдет в кафе, где сидят там французы или немцы, и взорвет, и то же самое будет. То же самое, что как он взорвет это в аэропорту. Каждый торговый комплекс, каждый ресторан и кафе, ну невозможно охранять. Говорят, у терроризма нет религии и национальности, но властям все же предстоит ответить на вопрос, как во внешне благополучном и толерантном обществе созрелись имена экстремизма и ненависти. Ведь исполнители, несмотря на восточное происхождение, были европейцами. Это псевдоборцы за ислам, это откровенные бандиты, которые ничем не могут заниматься, кроме как наживаться на крови убитых и компрометировать нашу религию. К большому сожалению нашему ряды мусульман пополняются той молодежью с искренними чувствами, но не обладая глубиной знаний религиозных, религиозной практикой они попадают в руки тех миссионеров, которые лепят из них вот таких борцов. Большая часть людей, которые принимала ислам и которые придерживаются идеи насильственного джихада, это люди, которые воспитывались не в традиционных исламских семьях, а люди новообращенцы. Идеологи исламского государства готовили свою деятельность достаточно давно. И в экспертной среде уже говорили о том, что лет пять назад, наверное, даже больше уже существовали группы в странах Западной Европы, которые проповедовали радикальный ислам и которые распространяли литературу радикального ислама. После атак террористов политикам предстоит пересмотреть подходы по многим вопросам. Как действовать на Ближнем Востоке? Исламское государство предлагает Европе торг. Мир в обмен на отказ от бомбардировок в Сирии. Что делать с миграционными потоками? И, наконец, возможно ли создание единой антитеррористической коалиции, которая не на словах, а на деле объединит ведущие государства перед общей угрозой? Мир опять находится в такой период дисбаланса. Дисбаланса международных отношений. Когда нет устойчивых союзов, нет консенсуса или компромисса между ведущими центрами силы. В такой период в межсезонье появляются новые игроки. Мы знаем, как появлялись организованные террористические группы, как они получали поддержку моральную, материальную. Почему они получали? Потому что эти силы боролись против противника. Но, видите, эта логика, в конце концов, ударит и по тем, кто это финансировал. Очевидно, выводы после теракта в Брюсселе и в Париже должны сделать и в нашей стране. И дело не только в информационных вбросах о террористах с белорусскими паспортами. Анализ должен быть куда более комплексный и глубокий, затрагивающий иммиграционную политику, охрану государственной границы и поддержание согласия между людьми разных национальностей и религий, чтобы Беларусь и впредь была страной безопасной и толерантной. Александр Злобин, Александр Голоборда, Светлана Корольская.